так друзья всем привет у нас второй день обучения вчера была практика мы еще не показывал принципе да потому что принципе вчера технолог ну как бы сказал что не надо снимать вот потому что тренинг этот он только обкатывается мы так сказать первые значит сегодня практика начнем пробовать материалы но кто пробовать кто уже пробовал вот значит сегодня будем делать ремонт сделаем дефект но на каких-то элементах выберем попробуем шпатлевку загрунтуем потом грунт перетрем и открасимся по мокрику задавал я вопрос по поводу каким цветом будем делать переход завтра всем спасибо кто ответили в youtube и в инстаграме и вконтакте красавчики все вот определились наверно будем делать это все золотым цветом таким то есть сегодня мы им красим завтра мы этот же цвет портим что-то в него добавим чтобы он как бы сильно отличался и будем уже делать переход вот ну как какой-то такой план действий короче сейчас мы пока выберем элементы чем будем работать вот и уже непосредственно но когда начнем какие-то движения короче буду все показывать давайте сейчас покажу пока тут приготовление ко всему сам учебный центр значит вот это посты подготовки принципе сегодня мы будем на них работать из оборудования значит что у нас тут увидим фистул фистул машинка одна трешка это тоже трешка вот так вот у нас тут еще стоит такой пост на пылесосе фистул все пневмо пневмо розетки значит здесь у нас машинка опять же трешка трешка здесь семерочка семерочка ротекс вот так по абразиву 3м 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 желтый здесь тут достаточно кубитрон ну шлифочек в принципе все стандартно так что тут еще на втором посте ну тоже стоит пылесос здесь у нас машинка тоже троечка вот пойдем вот наша наша большая компания ребят выбирать на 8 весит до юг ни хрена себе это бронировали чем не тоже дадут пойдем пойдем брать элементы так крылышко так пока продолжим значит вот камера покрасочная мы сегодня будем в ней работать здесь у нас значит диспенсеры которые для бумаги со скотчами заряженные так ну вот в принципе материал наш на сегодня так здесь вторая камера и там еще третья камера но я уже показывал когда мы были на презентации тут принципе все что связано с колористикой стойки ванда дайна лизанал и и а это что сикинс значит второй пост подготовки такой достаточно большой учебный центр вот камера еще одну и пост так пойдем сейчас одевать средства индивидуальной защиты есть все есть все просто как ну так правильно сделать как разместить вы не делаете значит вы не делаете вы не делаете а и и и и и и и и Все, в идеале, это все. по эпоксидам закрытная, да? или эпоксидной нагрелся такой термопласт конкретный да давайте сделаем небольшую дефеклу троечка машинка 120 делаем просто риску расшлифовываем кое ди а и и е от и Продолжение следует... 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 А, просто завалить? Как так? Что, не получается? Своими шкупелями, да? Да, началось! Да, сказали же с первого раза, не надо заваливать. Просто на этот... Нет, нам не надо делать идеально. А, нанести, видишь, все равно не получается. Еще раз потом подмажешь, лучше оставить. Сейчас поклевка засохнет. Ничего страшного. Все оплачено. Можно валить. Все заплачено. В карманы можно с собой брать. Пакетик, да. Не залазь, не залазь. Смотри, ты вам походу свои шпателя принес? Как с родными. Рука трясется. Боится ошибиться. А, нет! Ты че! Сохнет? Нет, они все сохнут. Снимай тогда больше. Не тягай. Просто я на будущем. Сейчас еще раз замешаем. Так, первый замес у нас подсох. Сейчас вот замешали. Сейчас я пошпатлю их. Ну еще, ребят, кого осталось. В идеале надо все спросить до металла. Но у нас просто нет времени на это. Поэтому делаем вот так. Вот такой тоненький слой. Ты что ты знал? Я не знаю. Я не знаю. Такой тоненький слой. Я говорю, привези. Как итальянец тут мажет, смотри. На фен еще надо. И валик. В курсе что ли? Я начал мазать. И мне все равно компасно начинать. Отлично. Ну что, тогда будет остановиться. Взяли старый абразив и сняли ее вне пленку. Вся смола осталась здесь, на старом абразиве. Потом взяли шлифок. Потом взяли шлифок. 120-ка, да? 120-ка. Совершенно верно. Ну, потому что, окей, наверное, сечник по-другому так. А пока не выходят в шлифове. Приходите как приятного? Эта, щелка, да? Человек, это позже, не работает. Боже, чем шало там. Другое воззение.. Ага, аххах. Ты меня видишь? Это, конечно. Ну, это яма царая, и все в том. Ну, мы не делаем, реально, чтобы шало. Голос. Ну, и. Я не попадаю, что это вот это. У меня, это тоже. Толп. У меня, это тоже. Мы, я не спрашиваем. Как и правильно. Эт. Вроде в чистой Я знаю какая Я вчера рассказывал Повторюсь, что идеальная робота делать не надо Не тратя на это время Сам процесс Старая 120 Верхний слой Грунтуем пятно Поэтому здесь Понижаем риск по 220 морозивам Главный выход для того, чтобы пятно загрунтовать Делаем в 320 морозива Танки, ты проверил у себя? Нет Почему? Я проверил Делаем двигатель Нормально Делаем Делаем Продолжение следует... Так, и разрабатываем зону для грунта 320. Так, и готовим сразу наши элементы под покраску. Путичисоткой там все обработаем. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok